Всем привет! Совместно с порталом ASEHI.RU я Purity продолжаю записывать серию обучающих видео. Сегодня это будет Omaha 200PL и 400PL. Некоторые столы будут с укороченным стеком, shallow столы так называемые на full tilt покере. Напоминаю вам, что вы можете подписаться на мой твиттер S-Purity. В нем я выкладываю обзор последних видео, которые выходят на сайтах таких как RunetWise, Tag of Poker, Deuce is Cracked. Вы можете узнать, что я думаю о том или ином авторе, если вы не знаете, что вам посмотреть из зарубежных авторов видео. Также все мои бесплатные видео вы можете найти на канале на YouTube. юзер А.Моисеенков, соответственно, подписывайтесь на мой канал, будете в курсе всех последних видео, которые выходят. И у вас будет возможность посмотреть их одним из первых. Переходим к непосредственно самой сессии. Я только сел за стол. Не знаю еще, кто рек, кто не рек. Ну, в целом, план на игру опять играть достаточно солидно. И постараюсь вам рассказать, так как я о Маху не так много пишу. И, возможно, для вас какие-то моменты, если вы играете в Hold'em, будут не совсем понятными. Постараюсь, может, остановиться на них чуть подробнее. Но, в целом, план рассказать, как вы можете улучшать свою игру и что я думаю о том или ином споте. Поехали. Значит, на третьем столе все лимпанулись. У меня gotshot, backdoor, street draw и flash draw слабые. Так как все лимпанулись, я ожидаю, что у противников тут не обязательно очень часто сильная рука. Поэтому решил бетнуть дважды. На первом столе open race, continuation bet на floppy, continuation bet на turn достаточно стандартно. Вообще, основное отличие о Махе в том, что вам значительно чаще нужно бетать для протекта своей руки. То есть, на терне сила моей руки достаточно серьезно упала. В том смысле, что у противника может быть девятка. И две улицы, терный ривер, я вряд ли получу с него в эльф. Но у противника тут вполне может быть street draw на большое количество аут. И поэтому чекать, давать ему бесплатную карту, это не та ситуация, как у моего противника, скажем, холдами. Там рука типа туз-3, которая против меня, дроин-дэд. Соответственно, здесь важно бетать и своими бетами пытаться разделить спектр противника, либо заставить человека заплатить. То есть, я тут спокойно играл достаточно bet-fall. На третьем столе, по своему плану, на первом столе парень slow-slow плейл. На тернею full house на десятках. В принципе, достаточно ожидаемо, что такое возможно. На третьем столе c-bet тоже стандартный. Не так много value в том, что я прочекаю behind руку типа король-7-5 дама. Конечно, не так много value в том, что я бет, но не так много рук хуже мне заплатят. Но мне ничего хорошего на терне не произойдет, кроме выпадания еще одной дамы для меня. Даже если мне придет вторая пара, все эти карты, они не дадут мне ощущение, что у меня лучше рука. Я лучше попробую выбить руку противника, слабую какую-то, которой он сейчас может быть. И на третьем столе я решил, что против меня в такой ситуации обычно, если парень заколил дважды, то это туз, так как у меня флэш-дро, вероятно, с того, что у него флэш-дро уменьшается, поэтому на флэпе каких-то других дро не было, стрит-дро. То есть, если у него была рука, что он типа король-дама валет 10, типа такого, она, конечно, могла быть у него, но этих рук не так много. Даже если у него была десятка, она стала трипсом, я ее не выбью. Туза я тоже вряд ли выбью. Если это игрок слабый, соответственно, просто чек-behind и сдаемся. Девять-девять, туз пять, слабый рука, но потенциал. Специально сидит тайтлый игрок, возможно, скажем, рек тайтлый, поэтому я предпочитаю открываться близко к ста процентам, если парень тайтлый, потому что разница по вэйли у нас в руке, небольшая разница по вэйли в амахе. Можно было не открываться, ничего не знаем. Я предпочел сделать open race. король валет 7,5, достаточно лузовый open race, но опять-таки за мной сидят. Возможно, как минимум один тайтлый парень. Я могу позволить себе открываться чуть лузовая. Вообще, в тяжелых играх это самая распространенная ошибка. Открываться с ранних позиций лузова. Потому что вас постоянно будут эксплуатировать тем, что колить. И вы не сможете, за счет того, что в вашем спектре там есть еще сильные руки, вы не сможете наказать противников. На четвертом столе я сыграл за лейт, без позиции. Выпал неплохой флоп для меня, в том смысле, что у противника, скорее всего, сейчас нет. Руки лучше, чем у меня. Но экшен на таком флопе я, скорее всего, не получу. У меня гатшот, 2 бэкдор дро. Я думаю, что здесь мне стоит равняться. Может быть, это слабый игрок. Может, он тут выставится с королями, с дамами. Я не знаю, поэтому тут бет и кол его рейза, что-то типа такого. На третьем столе я сыграл кол. Пока еще не понятно, сколько агрессивны мои противники. Пока не понятно, насколько лузову кто-то будет делать. Изолейшн рейз. Я думаю, что я могу позволить себе лимпить след такие руки. И за счет того, что я могу флопнуть сеты, либо нацовое флэш-дро разыгрывать в позиции против игрока, который лимпится, скажем. Потенциально слабого игрока. На втором столе open race мне выпал бэкдор стрит-дро и флэш-дро. Но моя рука недостаточно сильная для того, чтобы играть бет-кол. В этой ситуации можно сыграть чек-бехайнд, либо бет-фолд. Я выбрал чек-бехайнд. На тернер мне пришел флэш. Я думаю, что меня сейчас не так просто положить на флэш. Соответственно, я бетую дважды небольшим сайзингом, пытаясь добраться с флэша хуже или со стрита. На втором столе, опять же, та рука, которую можно и не открывать. Но тут я на самом деле на кат-оффе нахожусь. И за мной сидит очень тайтовый парень. Поэтому это open race. Сайзинг, опять-таки, коротких стэков нету сейчас в игре. Есть только слегка укороченные. Поэтому в этой ситуации я предпочитаю открываться потом. С баттона открываюсь два с плеймикс. 7-7-6. Не лучший флоп для меня, но я блокирую нацвое флэш-дрое. Рука, с которой парень, возможно, полублефовал бы. Соответственно, играю через цбет. Пытаюсь выбить его какие-то руки, которые никак за эту доску не зацепили. Если он меня колет, у меня нет никакого эквити. Я не знаю. Он достаточно тайтовый выглядит. И за те 17 рук он один раз сдался. Поэтому я предпочитаю в такой ситуации не ставить второй баррел. Пришел ривер пятерка. Закрылся флэш. Противник чекает. На самом деле, я бы ожидал, что у него здесь должен быть какой-то спектр лида. Скажем, флэши, стриты. Такого плана руки. У меня флэшей, наверное, не так много. Большинство из них я бы, может быть, продолжал на терне флэш-дро. Соответственно, и часть его флэхаусов, возможно, будут чекрейзить. Потому что часто та рука, которая его заколет здесь, она будет у меня ставить сама. Соответственно, я жду, что если у него там флэхаус на дамах, или там руки типа 2 семерки, или 6-7, или там 7 дама. Вполне возможно, что он через чекрейз попробует сыграть. Точно так же неплохо тут, наверное, блеф чекрейза смотрится. Но у меня нет даже пары с моей рукой, поэтому мне, по сути, нечего терять. И у моего противника может быть здесь рука типа 2 короля без пик, или там 2 валета, или 2 десятки без пик. Рука что-нибудь типа 9-10 валет-валет. Такого плана, если он решил ее не 3-бетить. Поэтому я думаю, что так как часть своего спектра, он тоже, он будет в меня лидить. Я считаю, что у меня есть какой-то фолдинг-эквити. И маленький бет сработает. Вот там в 25% случаев я покажу какой-то профит. Здесь мне удалось получить фолд. С двумя королями на первом столе тут шоу в стол, поэтому мы играем на стэк. Небольшой 3-бет от парня. Очень часто его используют для того, чтобы разделить спектр. То есть он может это делать с каким-то типом рук, там ряды, либо 2 дамы. Икс-икс. И если я здесь его 4-бет, но он просто сфолдит свою руку, скажем там, 2 дамы икс-икс, если они слабы. Если я заколю его, то он будет знать, что у меня нет двух тузов, и соответственно, перехватит инициативу за 4 бакс. Ну, в такой ситуации я предпочитаю с таким стэком просто 4-бетнуть и сыграть на стэк. На втором столе я заколил на префлопе. У меня неплохая рука, если бы она была двумастной, я бы всегда ее, наверное, 3-бетил. Тут проблема в том, что против нас вроде бы играет фиш, и этот фиш не рейзил до этого ни разу. Соответственно, раз так, то вполне возможно, что он, скажем, рейзит очень тайтл. Соответственно, если он здесь рейзил с баттона, может быть, в его спектре в основном какие-то хай-пары. Соответственно, мне нет смысла такую руку 3-бетить, я лучше попробую попасть во флоп. Он чекнул behind на флопе, и я не знаю, что это такое, может быть, он сдается. У меня здесь ничего нету, по сути. И я решаю, что нужно сделать попытку выиграть этот банк. На первом столе continuation бет стандартный, тут мне не нужно ставить много. И чекать просто мне не очень нравится. На ривере вышла семерка, это какой-то showdown value. Возможно, я мог тут бетнуть еще раз. Если, скажем, парень на флопе бы бетал какие-нибудь гадшоты свои, то сейчас у него вряд ли стрит. У меня есть шестерка на руках, она блокирует часть нацевых стритов. Ну и, соответственно, может быть, я тут мог бетнуть в блеф и выбить там, попробовать его валета, скажем. Но, опять-таки, он фиш, может быть, он валет не выкинет, поэтому я решил чекнуть и проиграл двум парам. Не знаю, выкинул бы он эту руку или нет, может быть, и не выкинул бы. Флэш-дроп промахнулось, и он потенциально слабый игрок. Против рега на втором столе open race. Гадшот, пара, без бэкдоров. Вообще, моя рука на самом деле не очень сильная, и здесь можно было сыграть и лимб на префлопе. Ну, в целом, пока вы не знаете, как рег там вас будет рейзить или трибетить на префлопе, вы вполне можете только open рейзить руки. Вот здесь, соответственно, он меня рейзит, и вроде бы до этого он играл достаточно пассивно, и я сдался. У меня есть возможности, были возможности для того, чтобы там продолжать какие-то карты я мог использовать для блефа. Поэтому я вполне нормально смотрю на бетфолд. 3-7-8-9 слабая рука, но, опять-таки, на бат они можно пробовать их играть. Пока у вас мало трибетит, это все будет сходить с рук. Скотов, Адама, Туздама, Король-6. Шестерка, конечно, достаточно серьезно убивает мою эквити руки, но, опять-таки, пока меня не трибетит, я вполне могу позволить все играть. И такие руки. 9-9-6. Три противника против меня, тут Чек Фолб всегда играет. Тут 6-7-5, просто лимпы, играя в флоп. Вы должны понимать, что в Амахе то эквити, которое вы извлечете на префлопе, оно на самом деле нисколько не компенсирует то эквити, которое вы, возможно, проиграете на постфлопе. Поэтому, если вы пришли из холдема, то вы должны понимать, что если в холдеме еще можно строить свою стратегию на том, что ваши противники будут совершать ошибки на префлопе, такие, из-за которых они не смогут показывать профит на постфлопе, то в Амахе это практически невозможно. На префлопе разницы между руками нет, и если вы будете плохо играть на постфлопе, вы не будете показывать профит. Давай 5-7-8 даже не стал лимпить вслед. 4-5-8-9, в принципе, вполне можно залимпить тут из-за коротких стеков. Если бы были мы поглубже, если бы не было парня 73 бб, 73 доллара, я бы, 73-90, я бы вполне, возможно, что произолировал бы сам. На втором столе моя рука не очень сильная, но я думаю, что достаточно сильная, чтобы сыграть сначала колл. После этого, когда парень рейзит, у меня тоже неплохие потоции, я играю колл. Мне выпала гатшот, флэш-дрой, пара. В принципе, я мог тут и прорейзить его на флопе, прочекрейзить, но парень выглядит достаточно тайтлым, и я не знаю, какая у него стратегия цебетов. Терн выпал неплохой для того, чтобы ему баррелить, и в этой ситуации я рассматривал чекрейз, но мы тут 100 бб, поэтому и лимп под. Поэтому чекрейз на терн не так эффективен, как, скажем, если бы это был рейженный под стэк, то под рейшу определяет нашу стратегию. Соответственно, я думаю, что мы тут можем заколить и играть, рассчитывать на то, что как минимум на некоторых тернах мы получим, на некоторых риверах мы получим какие-то implied odds, на некоторых риверах мы, скажем, прочекаемся и выиграем. Но при этом, так как у нас есть тройка, есть флэш-дрой, есть гатшот, я думаю, что это может произойти настолько часто, насколько нам нужно для того, чтобы заколить эти 55 с половиной. На первом столе я сыграл опен рейс, меня закорил парень, я получил стрит-дро с оверпарой, тот спот, когда, возможно, можно было сыграть бет и пуш на его рейс, но также это тот борт, на котором я очень часто получу колл. И на самом деле много тернов, которые меня не обрадуют. Соответственно, я решил чекнуть и попробовать сыграть пассивней, может быть, он чекнет бехайнд. На втором столе вышла дама, и на самом деле, возможно, это неплохой спот для того, чтобы сыграть снова чек-колл. Все дрова, которые были на флопе, они промахнулись, то есть всякие руки типа 8-9-10 валет, такого плана, они промахнулись, и парень играет бет-пот, бет-пот, то есть он тут изображает что-то типа, не знаю, там... Я не думаю, что он будет влюбетить 165, ну, как бы потом, что он будет влюбетить что-нибудь руку типа туз-8 или туз-7, или туз-дама. Туз-дама возможен, возможен такой вариант, но я думаю, что с точки зрения его рейзом и его лимпа, возможно, он стоит тут очень широко, поэтому это неплохой спот для того, чтобы его заколить, я думаю, но мне опять не хватило... Так, я играю без ниндзи, я не нажал на таймбанк и, к сожалению, выбросил свою руку. Ну, это понятно, что пограничная ситуация, и обычно, когда выпадет дама, я ожидаю, что я заберу часть банка, когда мы чек-чек сыграем. На первом столе я решил про-чекрейзить парня, потому что у меня много эквити. То есть это тот спот, когда у меня много эквити на флопе, но на разных тернах я могу не знать, как играть. Соответственно, если я загружу на префлопе все деньги, я буду доволен. Поэтому я его чекрейжу, возможно, он будет продолжать с руками хуже. Вот сейчас, глядя на статы этого парня, да и играет стрейт, у него ВСФ там 41, поэтому, возможно, не лучшая идея колить его 3 баррел, может быть, он на ВСФ 41 на тот момент. То есть он не особо борется за банки, поэтому невозможно, что это строго для Вэль. Обычно те люди, которые не особо борются за банки в Амахе, они такие любители понажимать кнопку под, когда они вылюбятят, даже несмотря на то, что там, не знаю, они изображают строго нас. На четвертом столе туз-король 8-2. Если бы они по-другому немножко мастями располагались, я бы, конечно, 3-разил. Но здесь не лучшая рука для кола, потому что карты друг с другом совершенно не связаны. Был бы я на батоне, я, может быть, колил бы с этой рукой, а так. За мной может кто-то произолировать, и стейки недостаточно глубокие. За вторым столом я понимаю, что играть с VPIP 92 и при флоп рейзем 54, наверное, не самая лучшая идея. Решаю все-таки начать какие-то руки фолдить. На первом столе лим-под, у меня gotshot, backdoor street draw, backdoor flash draw. Я считаю, что это вполне нормальный спот для того, чтобы начать ставить. Выпавшая девятка, по сути, я мог тут продолжать ставить, но парня 66 долларов. Не уверен я, что много фолдинг-эквити в бете. Девятка очень сильно скоординировала доску. Если бы была девятка, бы бей, то я бы бетал, конечно. На втором столе тут стандартный пуш. На четвертом столе фиш-опен-рейзил, другой кол, я третьим зашел. В принципе, та ситуация, когда можно было бы сыграть 3-бетом, но я тут не жду фолдов от них. Соответственно, перевеса по эквити у меня не так много, и мой ряд не настолько крутой. Если бы у меня была рука типа туз-король, ну хотя бы туз-хай ряд, то я бы с большей охотой в этой ситуации 3-бетил. На таком флопе можно лидить, но я не знаю, вполне возможно, что Маули решится бетить, и у меня будет отличная возможность, скажем, когда фертич заколит, и я все это прочекрежу. Поэтому я решил чекнуть на флопе, так случилось, что мы прочекали, и фертич решает бетнуть, и неприятная ситуация. За мной сидит фиш тоже, который как-то будет играть. И у меня есть две пары, но на ривере я не буду с ними счастлив, наверное, никогда. Поэтому я решаю сразу сфолдить. На третьем столе стандарт. На первом столе тоже достаточно стандартный open race. У меня неплохая рука для баттона. На третьем снова поделили. Я сейчас статы поднимал у фертича, там, aggression factor на терне, там, 0-4, по-моему, был, поэтому вполне возможно, что он баттл для Уэлли. Король-дама, 7-7, не очень сильная рука, но, опять-таки, на блайндах сидят тайтовые реги, которые практически не заходят в игру. Соответственно, я могу тут позволить себе open race очень широко. Король-валет, 10-7, отличный ряд, я много рядов доминирую, и мне нужно просто флопнуть нормально что-то, чтобы уходить вал-ин. В самом по себе то, что я, скажем, 3-бет сыграю при таком уже большом количестве дедмани, не гарантирует мне практически никакого перевеса. Поэтому в такой ситуации с коротким стеком лучше флоп посмотреть, попасть во флоп и уже играть, отталкиваясь от флопа. На третьем столе у меня топ-пара, что дисконтирует часть двух королей, которые могут быть у моего противника, и тут надо просто играть бет-бет на терне, если бы мой противник меня прочекрейзил. Я думаю, что я должен колить. Конечно, время от времени меня там побьют валеты или стрит, но, тем не менее, на четвертом столе у меня очень серьезно попал во флоп, поэтому выставляюсь. Но, к сожалению, против руки, против которой я наихудшим образом стою, но все равно у меня было. Сейчас я покажу вам, у меня там в районе 35% было. Обычно я фаворит против любой готовой руки. Пока что ничего интересного не происходит. Можно даже промотать немножко вперед. На втором столе сейчас будет интересный спот. Я открываю не самую сильную руку, десятки с одной картой, одномастной, соответственно, меня 3-бетит. Парень 3-бетит не так мало. В такой ситуации, я думаю, что при таком стэк-топут рейшу я не могу фолдить. Однако здесь бы я хотел остановиться и рассказать вам немного о том, как вы можете улучшать свою игру с точки зрения ее понимания. Вам нужно понимать, насколько часто вы сможете свою руку сыграть в той или иной ситуации, скажем, как у вас 3-бетит или 4-бетит. И в Амахе не так просто на пальцах это не посчитать. Поэтому существуют разные программы, которые это делают за вас. В частности, одна из программ, которая находится на сайте ProperTools, называется Отсороку. Я ни в коем случае не записываю это видео, чтобы эту программу попиарить. Она действительно хорошая и помогает иногда разобраться с тем, что происходит. И, скажем, основной ее достоинством, что вы можете задавать ей вопросы любые. Вот, скажем, я могу вбить руку, которая у меня, то есть одномастный 10 валет. Только тут у меня семерка, на самом деле у меня шестерка. Против 15%, скажем, 3-бета. И я задаю вопрос. Как часто плеер 1 будет иметь equity против рейнджа противника? Как минимум 40% на флайпе. Соответственно, стартую симуляцию. Достаточно программно емкая. И мы получаем ответ, что в 37% случаях я получил 40% equity с этой рукой. О чем это нам говорит? О том, что имея такие путации, и в 37% случаях я буду иметь как минимум 40% equity, соответственно, фолдить мою руку возможно неправильно. Возможно, я смогу извлечь на постфлопе больше, чем 24 доллара, которые я сейчас инвестирую дополнительно. Очень часто люди делают слишком много фолдов, потому что они боятся, что там их будут доминировать и так далее. Но здесь вы должны понимать, что за счет, делая такие фолды, вы показываете винрейт минус 2,5 бб за одну руку, то есть минус 250 бб на 100, когда вы делаете фолды. Когда вы колете, возможно, вы сможете показывать винрейт чуть лучше. И, соответственно, даже если вы будете показывать винрейт минус 1 бб, то это будет уже значительно круче. И все ваши рейли руки, которые будут значительно сильнее этой, они получат больше equity. Соответственно, с этим покер-ораклом можно играться и смотреть разные ситуации, и симулировать, в зависимости от флопов, от мертвых карт, от вашей руки. Это все очень полезно. Я считаю, что я не могу эту руку фолдить. Я играю колл. У него падает сет. И парень чекает. На самом деле, то, что он чекает, это не самый лучший знак для меня. Обычно он тут будет, он может чекфолдить, если у него, скажем, какие-то голые тузы. Скажем, что они типа туз, туз, 5-2. Потому что это доска, в которую, action board, в который я достаточно серьезно попал. Всякие мои руки типа 8-9, 7-10, типа такого. Они имеют две пары плюс 3-дро. Поэтому я могу тут увидеть чекфолды. Могу увидеть чекколу с какой-то типа там валет дама 10 туз, что-то типа такого. Может быть, он решит играть не через бет, а через чекколу или через чекрейс. Соответственно, моя тут опция бет. Естественно, чекать behind не стоит. И бет много, потому что потенциально он может чекколить руку с большим количеством аутов. У меня нет никакого редро. Терни выпадает король, и тут, по сути, две опции. Я должен тут... Мой рейндж тут будет обычно разделяться на две части. Одна часть будет иметь какое-то небольшое equity, но не иметь showdown вэли. И с такими руками я предпочитаю бетнуть на терни и там бетнуть на части риверов в блеф, на ривере... На части риверов, скажем, для вэли. Вторая часть моего спектра здесь, это руки, с которыми я сдаюсь, с которых нет никакого equity. Скажем, я бетл руку типа 2-2-3-3 или 6-7-5-4 типа такого. Или там туз-10-7-2, две масти. Соответственно, ну и какие-то я могу здесь фуллхаусы чекать, потому что... Если у меня рука типа король-10, то моему противнику иметь что-то, что сейчас будет меня колить, очень тяжело. Поэтому я решил, что с моим фуллхаусом я тоже чекну. На самом деле, вот обладая таким фуллхаусом, может быть, лучше было... Мы не блокируем ни одного короля, соответственно, вероятность того, что король у моего противника, она чуть выше. Поэтому, может быть, с такой рукой можно было и бетнуть. Однако, вообще, с точки зрения того, как он сыграл на флопе, я не жду большое количество королей у него. Обычно те руки короли, которые он 3-бетил на префлопе, это что-то типа король-король. И это руки, которые меня не радуют. Либо руки типа туз-король-дам-валет, которые я думаю, что он вполне может чекрейтить на флопе, потому что он доминирует мои дрова, имея топ-пару и какой-то тоже стрит-дро. Соответственно, я решил, что максимум вэлью я извлеку, если я чекну. Можно было тут бетнуть, скажем, 50 долларов. Ривер пришла пятерка, ни одно дров не закрылось. В такой ситуации я ожидаю, что он время от времени будет меня блаф кетчет. И, соответственно, я бетаю. Так как я решил сократить количество улиц, на которых я извлекаю вэлью до одной, то мало бетать тут не надо. Если он меня здесь про чекрейзит, будет действительно плохая ситуация, но я не жду, что он будет чекрейзить меня с рукой типа король-8 или король-5. Такой, конечно, вариант возможен, но мне кажется, он скорее будет через бет играть эту руку. Не жду, что часто он меня здесь будет чекрейзить. Конечно, думаю о том, что у него ввсф-41, может быть, и надо всегда фолдить на чекрейз его. Но бетать все равно стоит. У меня достаточно лузовый имидж, я жду, что он заколит меня. Но я думаю, что он выкинул тут... Мне даже сложно представить, что может какие-то две дамы. Дамы-дамы, валет-10 типа такого. На четвертом изолейшн-рейс стандартный. Чуть-чуть вперед еще промотаем. Чтобы вы не устали смотреть это видео на первом столе. Лимпод. У меня гадшот, пара, бэкдорф-дэш-дро. Я атакую, надеясь на то, что у человека сейчас ничего нет или какая-то слабая рука. На ривер пятерка. В такой ситуации у меня есть какое-то шоу-даун-вэль от каких-нибудь рук, типа там, не знаю, стрит-дро, которые не закрылись. Но король-икс я не жду, что слабый игрок скинет, поэтому нет смысла блефовать. На третьем столе я сделал лузовый опен-рейс, туз-король-дама-7. И меня трибетит рек, я думаю, что я должен тут всегда фолдить. Моя рука играется крайне плохо. И трибетит ранние позиции тоже люди достаточно тайтова. Либо он меня доминирует, либо он очень хорошо против меня стоит. На первом столе на мой трибет я получаю четыре бета потенциально слабого игрока. Не знаю, правда, почему я решил, что он потенциально слабый. Может, потому что он предыдущую руку играл достаточно пассивно. Но когда он четыре бетит, так и опен-рейсит пот, я думаю, что это всегда сильная рука, соответственно. Два туза обычно, поэтому свои короли и своих королей я в полужу. Дама-дама, король-6 и золей тоже достаточно стандартный. Десять-десять-шесть-шесть, колд-колл, в принципе, тоже стандартный. На третьем столе поставил цбет, противник сдался. На втором столе я не блефовал, противник бетнул на тернии и сдался. На четвертом столе два короля, 3-7 и опен-рейс. Сейчас потенциально можно лимпиться в таких ситуациях, но я предпочел здесь прорейзить. Выпал флоп, который я имею только в бэкдорфлэш-дрое оверпару. Цбет, парень колл, на тернии бэкдорфлэш-дрое. Я цбет, он пас. На втором столе чуть лузовый, но я думаю, что это все равно 3-бет. На баттоне чуть-чуть глубже стобу бэя против тайтл парня, он сфолдил. На четвертом столе парень опен-рейсит. Моя рука недостаточно сильная, на мой взгляд, для того, чтобы играть 3-бетом. Хотя, может быть, на стобу бэя чуть лучше бы это было. Чем короче стек, тем большее значение хай-карт, поэтому... На флопе у меня пара, стрит-дро, флэш-дро. Но, опять-таки, не самое сильное флэш-дро. И пара тоже не топ-пара, поэтому... Я не знаю, как тот парень будет цбетить вдвоих. Может быть, он будет делать это тайтл. Он достаточно большим сайзингом это сделал еще, поэтому... Конечно, при таком стеке, стек-тапут-рейшо, можно было тут сыграть и через чек-рейс, и запушить любой терн. Это было бы не ошибкой, но я решил сыграть пассивно через чек-кол. На ривере мне пришел флэш. Не так много вэлю в том, что я буду беттать. Не думаю, что у парня есть какие-то руки, которые у меня будут колить, кроме того, что у него у самого может быть флэш, который он чекнул. А так, возможно, он блефанет на ривере у меня. Я чекнул, выиграл у его двух пар. На самом деле, странно, что он терн не беттал. На его месте я бы беттал, потому что кучу риверов ему крайне тяжело играть. И несмотря на то, что у него две пары, это чисто такой протекшн бетт был бы. То есть, часть тех рук, которые я бы его заколил, они имели бы достаточное эквити, но он бы избежал ситуации, когда я беттаю в него на ривере. На четвертом столе open race, фиш-колл. У меня одномастный туз, 9-6-7, неплохо скоординированный между собой, поэтому я колю на префлопе. Мне выпадает фулл-хаус, оба противника чекают, ставлю полбанка. Меньше не стоит, у кого-то из них все-таки может быть туз. Несмотря на то, что у меня есть и семерка, и девятка, мне кажется, что надо тут извлекать валю из туза. Ну, оба противника с фролдили. Туз-туз, король-8, стандартный 3-бет против слабого игрока. Он меня коллирует, колет. Выпадает не самый лучший флоп для меня, но против меня играет слабый игрок, поэтому я тут бетую побольше, в районе 60 долларов. Бетпот играть мне показалось очень сильно будет выглядеть. У меня закрывается флаж, но спаривается десятка, и против большинства игроков в такой ситуации я бы, наверное, чекал. Но так как против меня играет фиш с VPIP-88, я считаю, что достаточно много валю в том, чтобы здесь запушить, потому что он может мне заплатить там с флажем, скажем. На некоторых риверах может он испугается чего-то. И у него может быть сейчас все еще там рука типа король-дама 10-9, типа такого. Рука, которая имеет против меня достаточно много эквити, и которая заплатит мне, потому что он фиш. Соответственно, я пушу, и противник фолдит. Обычно я бы здесь чекал behind, и там, скажем, колил бы ривер. Против фиша можно было тоже так сыграть. Против фиша можно и запушить. Просто потому, что я не жду, что много эйра будет на флопе колли, то есть у него что-то есть. Так, еще какие-нибудь интересные руки. На третьем столе меня колет парень на СБ. Парень достаточно тайтовый. У меня две девятки, две двойки. Туз, король-дама в валет. Я считаю, что он достаточно сильно попал. Как минимум так, чтобы заколить меня. Соответственно, я чекаю behind. Не хочу дабл-баррелись с такой рукой. На теру мне выпадает сет. На четыре стрит-доске мы сыграли чек-чек. На ривере парень снова меня чекает. В такой ситуации у него, может быть, есть какие-то две пары. И я решаюсь валюбетить. Думаю, что стрит бы он в меня сам валюбетил. Соответственно. И я думаю, что он потенциально должен меня тут бетать почти все. Потому что у меня обычно нет руки для того, чтобы заколить его. Но он решил все-таки попытаться поймать мой блеф с сетом дам. На втором столе у меня достаточно сильный рейндж, что я могу на туз 4-8 изобразить серьезную руку. Соответственно. Плюс у меня есть бэкдор, стрит-дро, флэш-дро. Это все мне будет помогать. На первом столе у меня стрит-дро, пара и оверпара. Но, опять-таки, не жду, что много рук хуже меня будут колить. Поэтому я чекнул бехайнд, чтобы дождаться безопасного терна. Пришла восьмерка. Она, в принципе, меня всем устраивает. Но я бетаю. Один парень фолдит, другой меня колит. И это тот спот, когда, опять-таки, против меня играет парень, который я не знаю, как вылюбетит. Стал бы он лидить все свои восьмерки. Или стриты, или не стал бы. Кто его знает. И поэтому я решил прочекать бехайнд на ривере. В принципе, в хедзапе или против более людей, которые чаще на терне будут лидить в меня. Это можно тоже вылюбетить. Потому что у него противника рука обычно как раз так, который он показал. То есть, два короля. Оверпара с каким-то стрит-дрой или гадшотом. Ну, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Какие-то концепции вам показались интересные. Оставляйте свои комментарии. Интересно ли еще видео по Амахе. В каком формате, в какой длине стола. Подписывайтесь на S-High. Напоминаю, что стоимость подписки снижена. 10 долларов в месяц, 40 долларов в полгода, 70 долларов в год. Подписывайтесь на мой канал и на Twitter. Продолжайте играть в покер. Оставайтесь хорошими людьми. С вами был Пурити. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok